Террис Лэнд 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 Ништяков и багов, большая и опытная команда, которая работает над проектом, уникальные авторские доработки, сервер с большим онлайном, лояльное отношение к игрокам, огромное количество всевозможных ивентов, акций, раздач ништяков и бонусов, получение всех предметов внутриигровым путем. Это все про новый сервер Godess of Destruction Reward. Для новичков, к слову, рейты увеличены и вообще предусмотрены очень жирные бонусы. Так что начать и быстро догнать основную массу игроков можно вообще без проблем. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Для начала ставшая уже традиционным ликбез для тех, кто не удосужился посмотреть ни одного нашего ролика по игре. Хотя если вы захотите исправить это досадное недоразумение, подсказки можно обнаружить в правом верхнем углу. Если коротко, то в момент, когда Blizzard в пух и прах разругалась со своими китайскими партнерами, подсуетиться решила Tencent. Китайский гигант воспользовался образовавшейся на рынке нишей и очень шустро стал бомбардировать сети новостями и геймплейными роликами своей предстоящей мультиплатформенной MMORPG под названием Terris Land. Выглядела при этом игра вполне однозначно, в духе «Наш ответ World of Warcraft». Но не наш ответ, который русский и который Алоды, а их ответ, который китайский и который Terris Land. Таким образом, сомнения относительно того, что китайцы метят именно в мастодонта жанра MMORPG не оставалось совершенно никаких и ни у кого. Более того, судя по изначально представленным масштабам, решение дать конкурентный бой переживающим не самые простые времена Близзам зрело в недрах холдинга довольно давно. Хотя саму игру, если верить слухам, разрабатывают всего три года. На момент анонса про Terris Land было известно, что она разрабатывается для ПК и мобильных устройств под управлением iOS и Android. При этом десктопная версия будет иметь отдельный клиент с адаптированным интерфейсом и управлением. Иными словами, никаких кривых портов и даже вы не поверите, автобой обещали не завозить. Что для кроссплатформы просто нонсенс. Однако вернемся во время настоящее и поговорим о том, что выдал нам продюсер Terris Land Ян Мин. Для начала патетическую речь о том, как раньше трава была зеленее, мобы злее, MMORPG ярче, компьютерные клубы дешевле, интернет-кафе элитнее и вот это все. При этом сама речь хоть и взывает к нашим ностальгическим чувствам, некоторого интереса не лишена. Жанр MMORPG действительно переживает отнюдь не самые лучшие времена из-за невероятного количества кроссплатформенных помоечек с вездесущей гачей. С этим сложно не согласиться. Ну и соответственно разработчики Terris Land выступают и такими бунтарями, которые наперекор рыночку хотят вернуть очарование былых MMORPG вместе с теми эмоциями, которые были когда-то там. Слышал я подобных речей за свою бытность MMORPG-блогерам чуть менее чем миллион раз, так что особенно верить во все это на пустом месте не предлагаю. Это контрпродуктивно и опасно для психики. Не, ну а так-то в Terris Land конечно же будут низвергнуты числовые экономические системы традиционных ролевых игр, существовавшие на протяжении многих лет. Все игроки вернутся в самую классическую и чистую эпоху MMORPG. Никаких вам тут статок за донат, все честно и прозрачно. Хей, продюсер даже предложил скринить его обещания. Далее он пояснил, что есть несколько способов монетизации игр, спасибо Кэп. Самый простой и прибыльный на короткой дистанции это как раз таки продажи характеристик персонажа за донат. То, что в народе уже давно называют пейтувином. Но это все категорически недальновидный подход, потому что каким бы классным не был контент игры, он быстро теряет смысл. Ибо понятное дело никому особенно не будет улыбаться смотреть на то, как загиренные в шопе чуваки проносят все с одного удара. То ли дело Террис Лэнд. Все модели выполнены в формате PBR в соответствии со стандартными методами рендеринга на ПК. В игре используется движок Unreal Engine, что позволит обеспечить кроссплатформенную совместимость. Игра сможет предложить высококачественную сюжетную линию, глубокий и обширный игровой процесс. И все это, чтобы вы понимали на абсолютно честных щах. То бишь полнейший отказ от продажи боевой мощи за донат вкупе с отказом от платного доступа. Эээ, здесь я немного не понял, видимо это магия перевода с китайского, но насколько я все-таки понял, речь идет о том, что в игре не будет pay to win и будет только честная игровая среда, сравнимая с моделями по временной оплате. При этом, если мне не изменяет память, сама Террис Лэнд вроде как обещает быть фри-то-плей. Короче, честный фри-то-плей, все как мы любим, просто не видели ни разу. Отсюда вполне логично возникает вопрос, так вы, ребята, что, хотите потерять бабки, чтобы завоевать популярность? На это у продюсера тоже был заготовлен ответ. Мол, нет, амбиции как раз таки в том, чтобы построить качественную и устойчивую игровую экосистему. Удержание посетителей, читая игроков, означает наличие стабильного долгосрочного рынка. И для этого, по мнению Ян Мина, нет необходимости пускаться во все тяжкие с внутриигровым магазином. То есть, да, внутриигровой магазин будет, но нет, в нем не будет продаваться ничего, кроме косметических предметов. При этом игра будет невероятно щедра к новичкам и вернувшимся игрокам, и вообще будет устроена таким образом, чтобы пропасти между условными новичками и старичками не возникало. Во всяком случае, непреодолимой. Решаться в Террис Лэнд все это будет посредством так называемой системы сезонов. Но не простыми привычными сезонами, которые уже давно не являются чем-то новым среди игр-сервисов. Нет, здесь все несколько интереснее. Более того, разработчики листят в себя надеждой, что такой подход может стать полной трансформацией для всех кроссплатформенных ММО-РПГ. Дело в том, что в отличие от сезонов в тех же батл-роялях или мобах, в Террис Лэнд каждый новый сезон будет сопровождаться новыми дополнениями и обновлениями. ПВЕ составляющая, балансировка классов и ПВП составляющая будут постоянно корректироваться. Что-то вроде фреш-старта каждый раз, только, разумеется, без вайпов. Все это, по соображениям разработчиков, значительно сократит разрыв с предыдущим сезоном, позволив каждому отправиться в новое приключение, на новые локации и получить новое снаряжение с самого начала. Новички при этом не будут чувствовать давление, а вернувшиеся игроки не будут отставать. Разработчики рассуждают так, если игра это продукт, а игроки-клиенты, то самая простая и эффективная логика обеспечить качество и удержать клиентов. Таким образом, вместо того, чтобы устраивать мозговой штурм по поводу различных видов Pay to Win, лучше сосредоточиться на улучшении контента и игрового процесса. Ну а, собственно, Террис Лэнд и будет призвана ознакомить нас с этой, в принципе, весьма очевидной логикой, так сказать, на практике. То есть, по идее, в игре будет огромное количество всевозможных занятий. Не нравится каждый день шинковать монстров? Нет проблем. Доступны различные варианты, в том числе основные и побочные задания, которые предлагают много очков опыта. Хотите обычного исследования вместо выполнения заданий? Без проблем. Исследования мира и события также приносят очки опыта. Можно даже будет наткнуться на неожиданные сокровища в процессе исследования. Любите сражаться с монстрами? Какие вопросы? Главные боссы подземелий с нетерпением ждут вашего прихода. При этом они не только наградят значительным количеством опыта, но и предложат первоклассную экипировку. Если, конечно, удастся их завалить. В общем, насколько я понял, не предполагается какого-то одного особенно эффективного способа играть в Террис Лэнд. Хотя, справедливости ради, сдается мне, он все-таки будет. Вместо этого игра предлагает заняться тем, что нам действительно нравится, и чередовать различные занятия, чтобы не скатиться в пучину всеобъемлющего гринда животворящего. Хотя, опять же, справедливости ради уверен, здесь он тоже будет. Дело исключительно в дозировке. Немножечко про классы. В Террис Лэнд у каждого класса будут две ветки специализации на выбор. Кроме того, можно будет создавать оптимальную сборку, комбинируя таланты из 81 варианта дерева талантов с ограничением в 41 очко. Что, по идее, должно привести к существенным различиям даже в рамках одной специализации. Во время сражения, такие факторы, как распределение атрибутов, аффиксов экипировки, боевые приемы, позиционирование и тактические решения способствуют совершенно разным результатам для игроков одной и той же профессии. Это непростой выбор, выбрать класс, который тебе больше подходит, или использовать навыки, которые кажутся более мощными. Определиться с ним разработчики Террис Лэнд предлагают индивидуально каждому игроку. Что же касается подземелья, если убрать стандартную патетику про то, как хорошо было раньше, и очередные уверения в том, что у нас точно не будет pay to win, то у каждого босса в рейде будут свои механики и свои стадии. И все это дело можно будет проходить различными способами, без привязки к каким-то особенно эффективным и жестким тактикам. Подталкивать же к использованию тех или иных тактик будет возможность получить различные особые достижения за их использование. Короче, ачивкодорочерство. Ну, ежели чего не самый хреновый стимул. Далее, в принципе, все стандартно. Экономическая система, похожая на настоящий рынок, куча мирных профессий на выбор, и все это, понятное дело, переплетено в формате «я собираю, ты создаешь, и все вместе мы дружно лутаем профит на сторонних ресурсах». Обещают, как я уже упоминал, также честную кроссплатформу, то бишь не кривой порт, не какой-то очередной эмулятор, а полноценные версии для каждой платформы со своим интерфейсом. Речь, напомню, идет про ПК и мобильные платформы. Ну, и все в таком духе. Опять про возвращение к истокам, бессеребряничества, высочайшее качество и бла-бла-бла. Но это бла-бла-бла со всем возможным уважением к разработчикам. Все-таки ругать их еще не за что, проект действительно выглядит весьма амбициозным и разноплановым. Если можно к чему-то придраться, так это к устаревшей боевой системе, но тут уже ничего не поделаешь, смотрели, как говорится, на лучших, и ПВЕ-ориентированность. Да, ПВП тут будет, его обещают сделать сбалансированным, но и на этом все. Сидите на своих БГшках и не отсвечивайте. По крайней мере, я для себя ничего вдохновляющего в плане ПВП не обнаружил. Может быть, что-то пропустил. Что ж, поправьте меня в комментариях, господа знатоки. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok